Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Энергия Удачи! И наши предновогодние выпуски программ. Дорогие наши зрители, с наступающим новым 2022 годом! Как вы видите, в нашей студии уже царит новогодняя атмосфера. Это значит, что вместе мы будем заряжаться энергией в ближайшее время на телеканале Рико ТВ. Нашу программу вы можете смотреть в любой точке мира, устанавливайте приложение «Любимый город», либо заходите на сайт rikotv.kz. Выходит наша программа по воскресеньям и все выпуски, начиная с 2015 года, вы сможете также посмотреть в YouTube. Ну а сегодня в нашей студии третья тройка игроков, с которой мы вас познакомим совсем скоро. А на следующей неделе вас ждет финал. И, конечно же, многие болеют уже за тех, кто примет участие, завершая 2021 год. Потому что следующий наш эфир будет новогодним. Ну а пока не проезжайте мимо, остановитесь на красном. Торговый дом «Энергия» желает вам прекрасного зимнего настроения. С вами «Энергия. Удачи». Ну что ж, вместе со мной сегодня проведет эфир очаровательная Анастасия. Она не впервые здесь. Настя, вот скажи, скоро Новый год? Что ждешь от Нового года? Отдыха. Хорошего. Отдыха. Ну а пока отдыхать не будем, будем зарабатывать. Потому что наши участники в этом телепроекте, в «Энергия. Удачи», которому уже 16 лет, 16 лет, как мы в эфире, всегда что-то зарабатывают. Либо подарки, либо денежные призы. От лучших, от лучшего торгового дома «Энергия». Мы под аплодисменты приветствуем наших сегодняшних участников. Нет, вы можете сами себе тоже поаплодировать. Да, это мы вам аплодируем, но вы тоже это можете сделать. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Диана. Диана, очень приятно. Диана, расскажите о себе. Верите ли вы в Деда Мороза, например? Ну, в детстве я очень сильно верила, но однажды ночью, когда ко мне крылась мама, мне все стало понятно. Но даже по сей день, вот каждый Новый год я притворяюсь, что сплю и все равно жду подарок, будто это о Деда Мороза. Но все равно в сказку верите. Конечно. А вот скажите, какой у вас был самый необычный подарок на Новый год? Самый необычный? Да. Ну, есть что-то в воспоминаниях или нет? Да, я в детстве мечтала стать мамой, и тогда производили куклы Бэби Бон, которые вот кушали тоже. Так. Ну, вот я мечтала, и мама об этом узнала. Ну, она мне вот на Новый год принесла. Слушайте, ну здорово, хороший подарок. У вас скоро каникулы, буквально через недельку, как раз у нас будет финал. Как у вас проходит вообще учебный процесс? Хочется, не хочется? Замечательно. Я хочу, честно, учиться хорошо. Хорошо. Наша вторая участница. Добрый вечер, и теперь знакомимся с вами. Меня зовут Полина. Рассказывать, да, себя? Конечно, конечно, Полина. Я учусь параллельно, то есть, кроме учебного, еще учусь в университете на юриста, заканчиваю третий курс. Если насчет Деда Мороза, то в детстве я прям тоже очень верила, и сейчас немного. Все-таки чудеса, они есть. Это здорово. Третий участник, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Давид, мне 14 лет, я увлекаюсь хоккеем, спортом. Вы хоккеист? Трус не играет в хоккей, браво. Девчонки, Настя, вы тоже поаплодируете. Это здорово. Так, а где вы учитесь? Я учусь в 35-й школе. В каком классе? В 8-м классе. Здорово. Верите в Деда Мороза? Ну, по-моему, хоккеисты уже не верят в Деда Мороза. Я перестал верить, так уже давно. Серьезный парень, ну, конечно, в хоккей. Давно в хоккей играете? Пятый год. Пятый год? Да. А в октябре где вы, собственно, тренируетесь? Ну, раньше тренировались в Олимпии, а сейчас нас временно перевели на Баттес. На ледовой арене, да, тренируетесь? А почему именно хоккей? Ну, не знаю, такой спорт понравился. Скорость, драйв. Скорость, да, драйв. Знаете, я хочу пожать вам руку, я тоже очень люблю играть в хоккей. Но если бы у меня было больше времени, я бы, конечно, с вами посоревновался. Ну, понятно, что я проиграл бы, потому что здесь профессионалы. Ну, что же, друзья, завершается 2021 год. Сегодня у нас 19-е уже на календаре декабря. И совсем скоро, совсем скоро мы будем праздновать новый 2022-й. Надеемся, что все запреты, все ограничения снимут, и мы будем жить спокойной, полноценной жизнью. Ну, а сегодня вы в проекте «Энергия и удачи». На прошлой неделе, позапрошлой неделе приходили тоже ребята, они участвовали, выигрывали. Сегодня кто-то один из вас пройдет финал и сможет увеличить свой денежный приз вдвойне. Это может быть один из вас троих. Впереди у нас 4 раунда. Итак, первый раунд сегодня, 19 декабря 2021-го. Мы начинаем. Сказки – тема у нас сегодня. Ну что ж, как со сказками дела обстоят? У всех спрашиваю всегда. Давид. Ну, в детстве я любил сказки, в основном мультики смотрел, сказок не читал в основном. Полина, а вы? Ну, мне дедушка и бабушка постоянно дарили, я привыкла на сказках, мультиках, короче, выросла. Имя непослушного братца Аленушки? Иванушка. Верно. Кто помог зайчику выгнать лису из ледяной избушки? Салют. Варианты и нужны? Вариантов нет. Да, можно варианты. Нет, нельзя, Полина. Петух выгнал. Кто тянул репку перед жучкой? Скорость очень важна, ребята. Чем быстрее вы отвечаете, тем больше вы сможете заработать денег. Внучка. Внучка, она посчитала. Верно. Как называется, самый известный сборник арабских сказок. Так, арабские сказки, вы знаете этот ответ. Тысяча и одна ночь. В какой сказочной стране живет Шалтай-Болтай? Да, Зазеркалье. Любимые грибы бабы-яги? Мухомор. Верно. Самая несчастная птица из сказки Андерсона? Какой утенок? Гадкий. Первая была Диана, гадкий утенок. Героиня, ставшая женой эльфа. Имя? Дюймовочка. Верно. Птица, чьи перья светятся ярким цветом. Вы знаете, знаете, знаете. Попугай? Нет. Жар птица. Кому удалось рассмешить царевну Несмеянну? Емелье. Дальше. Многоглавый огнедышащий дракон. Это? Барыноч. Верно. Герой, который был помещен на шпиль самой высокой башни. Золотой петушок. В какой сказке есть молочные река с кисельными берегами? Аленушка. Нет, не Аленушка. Все, второй раз вы не можете ответить. Еще варианты. Гуси-лебеди. Где спрятался уцелевший козленок из сказки Волк и Семеро козлят? Домики. Нет. Печи. Печи, верно. Аплодисменты вам друг другу. Итак, первый раунд подошел к своему завершению. Сейчас мы с Анастасией подведем итоги и узнаем, кто сколько заработал. Внимание. Диана. Три правильных ответа. Аплодисменты Диане. Полина. Тоже три правильных ответа. И Давид. Один правильный ответ. Второй раунд нашего эфира. Математика. Вот так вот, да, сложились сегодня звезды. И мы начинаем. У Егора было четыре мандарина. Так как Егор совсем не жадный, он дал своим четырем друзьям по мандаринке. Друзья у Егора тоже не жадные. Каждый друг разделил свою мандаринку пополам и половинку отдал назад Егору. Сколько мандаринов стало у Егора? Два. Два целых мандарина. Так, хорошо. Засчитываем. И еще есть. И сколько половинок? Два полных мандаринов. Вы верно ответили. Четыре. Молодец. Умница. Аплодисменты. Назира пошла в школу. Ей семь лет. У Назиры есть младший брат Кайрат. Ему пока четыре года. Сколько лет будет Назире, когда Кайрату тоже исполнится семь лет? Десять. Молодец, браво. В коробке сидело восемь котят. Сколько нужно взять еще коробок, чтобы рассадить котят по двое? Восемь котят. Да. Восемь котят. Сколько нужно взять? Шестнадцать. Нет, нет. Четыре. Правильно. Давид, четыре коробки нужно, одна уже есть, поэтому ответ все равно считаем правильно. Хотя три. Какое число лишнее в этой последовательности чисел? Девять, семь, шесть, пять, четыре, два. Девять, семь, шесть, пять, четыре, два. Девять? Нет. Семь. Нет. Два. Верно. Каждое следующее число меньше предыдущего на два. Поздравляем. Ученики переоделись на урок физкультуры. В раздевалке осталось две пары кроссовок. Четыре пары босоножек и три пары ботинок. Сколько обуви на левую ногу стояло в раздевалке? Девять. Нажимай на кнопку. Девять. Верно. В каждом из четырех углов комнаты сидит кошка. Напротив каждой кошечки сидит три кошки. Сколько всего в этой комнате кошек? Семь. Четыре. Верно, Полина. Кошек. Два землекопа за два часа работы выкапывают два метра канавы. Сколько нужно землекопов, чтобы они за десять часов работы выкопили десять метров такой же канавы? Пять. Нет? Два. Верно, два. Аплодисменты. Сколько лап у двух медвежат и двух утят? Шесть. Нет. Восемь. Нет. Двенадцать. Нет. Двенадцать – правильный ответ. Четыре плюс четыре плюс два плюс два равно двенадцать. Вот так. И еще несколько вопросов. Две крупные сливы весят столько же, сколько одно яблоко. Что тяжелее – пять слив или три яблока? Три яблока. Верно, три яблока. Их вес равен весу шести слив. На двух руках десять пальцев. Сколько пальцев на пяти руках? На двух руках десять пальцев. Сколько пальцев на пяти руках? Итак. Пятьдесят. Нет, не 50, Полина, к сожалению, неверно. 25. Молодец, 25. Ну что ж, хоккей, там тоже нужно все высчитывать. Ребят, вот скажите, Давид, сейчас Настя подводит итоги, уже два раунда позади. Скоро у нас третий, завершающий четвертый раунд и суперигра. Есть предложение, предположение, предложение, кто будет в лидерах сегодня? Как вы думаете? Я не знаю. Внимание, итоги второго раунда. По итогам второго раунда у Дианы два правильных ответа, Полина четыре правильных ответа и Давид три правильных ответа. И мы вас, друзья, поздравляем и переходим к третьему раунду. Зимные виды спорта. Зима, любите кататься на лыжах, на коньках? Есть такое. Есть такое, ну классно. Как называется вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из винтовки? Есть варианты. Вариантов нет, какая-то хитренькая. Биатлон, правильный ответ. Как называется стиль передвижения лыжника, при котором практически всю дистанцию он проходит по предварительно подготовленной лыжне, состоящей из двух параллелей линии? Какой стиль есть? Лыжный. Лыжный, лыжный. Какой? Классический стиль. В каком виде спорта выполняется прыжок, называемым тулупом? Акробатика? Нет. Зимние виды спорта, друзья мои. Какое катание? Я понял. Я вам пытаюсь подсказать фигурное. Фигурное катание, да. Но не засчитываем, потому что нечестно так. В какой стране проходили первые официально зафиксированные соревнования по конькобежному спорту? Столица Лондона? Нью-Йорк. Великобритания. Великобритания, верно. Какая страна является родиной бобслея? Родина бобслея это? Швейцария. Вид спорта, включающий прыжки на лыжах со специально оборудованных горок. Называется? Лыжник. Нет, не лыжник. Вид спорта, включающий прыжки на лыжах со специальных оборудованных горок. Прыжки на лыжах с трамплина. Один из видов скоростного спуска на специальных одноместных санях, для управления которыми спортсмены используют специальные шины на носках ботинок. Сноуборд. Молодец, это да. Дальше. Вид конькобежного спорта. Основу которого составляют движения спортсмена с переменами направления скольжения, вращениями и прыжками. Коньки. Какие? Фигурное катание. Фигурное катание, молодец, да. Горнолыжное многоборие, в составе которого входит лыжный балет, может и воздушная акробатика называется. Ну-ну-ну-ну-ну, вы человек льда. Лед любит вас уже пять лет, вы любите лед. Фристайл, правильный ответ. Спортивная, командная игра на ледовой площадке с шайбой и клюшками. Хоккей. Хоккей. Давид первый был. Да, это его тема. Вид спорта, в котором, дорогие друзья, необходимо как можно быстрее преодолеть соревновательную дистанцию на ледовом стадионе по замкнутому кругу. Хоккей. Хоккей. Нет, не хоккей. Хоккей. Верно, молодец. Ну что ж, да, было сложно, но у нас интрига, потому что сейчас хочу спросить, Диан, как вы думаете, кто будет лидером? Так, тишина, тишина, предновогодняя программа. Так, 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 так. Ну, болею я за себя, но в финале... Не надо болеть, надо переживать. Переживаю. И так весь год все болели. Ну что ж. Наверное, Давид. Давид? Давид, а вы что скажете в ответ Диане? Ну, я не знаю. Полина? Я не знаю, да. Вы всегда активные такие, ребят? На уроках. Мы переходим к нашему четвертому, почти завершающему раунду сегодняшней программы. Внимание! Новогоднее кино. Сейчас на экране будет появляться кадр из известного новогоднего кинофильма, либо рождественского. Ваша задача угадать, что это за фильм. Тот, кто нажимает кнопку первым и произносит правильный ответ, соответственно, тому и достается денежный приз. Готовы? Итак, внимание на экран. Первый кадр. Полина, ваш ответ? Грин. Ближе. Гринч. Гринч, и Давид ответил правильно. Гринч, который украл Рождество. Дальше. Очень популярный мультфильм. Дисней. Дисней, да. Да, ближе. Есть варианты? Этот мультфильм называется или фильм «Полярный экспресс». Все смотрели? Нет? Движемся дальше. «Один дома». Была первая, Диана. Это действительно фильм «Один дома». Скоро это кино уже начинаем, вернее, смотреть, а скоро это будет... Каждый Новый год. Каждый Новый год. Хит, да, который не стареет. Дальше. Есть варианты? Гномики какие-то. Ну, гномики, да. Это не гномики. Там уже подсказка была зашифрована. Это фильм «Эльф». Давид, вы же назвали. Почему вы не нажали на кнопку? Я запутался. Запутался. Завид, засчитываем Давиду. Да, это действительно «Эльф». Дальше. Фильм. У нас Дед Мороз, а в Америке? «Санта-Клаус». Совершенно верно. Так фильм и называется. «Санта-Клаус». Внимание, следующий кадр с кинофильма. Ну, этот вообще фильм, по-моему, все знают. Арнольд Шварценеггер в главной ролях. И многие другие известные голливудские актеры. Фильм «Подарок на Рождество». Следующий. «Елки». Ох, да что ты, сколько эмоций. «Елки». Да, это фильм «Елки». Следующий кадр. Я все детское их смотрю. «С легким паром». «Ирония судьбы» или «С легким паром». Молодцы, какие фильмы вы смотрите. Да. Давайте следующий новогодний кадр из фильма. Это… «Санта-Клаус». Да, ну какой? Правильно, правильно. «Красный санта-Клаус». Не красный. «Бэт». «Плохой санта-клаус». «Бэнтас», да, «Бэкс», «Санта». «Плохой санта». А еще один? «Большой великан какой-то». Нет. Нет, это не «Ребус золотая моя». Это кадр из кинофильма. Я не пойму, что за день. Это «Рождественская история». Да. И еще один. «Золушка». Нет. Нет. Какой-то… Я не помню. Это «Щелкунчик и четыре королевства». Ну что ж, друзья, мы желаем вам всем хорошего настроения и, конечно же, с наступающим Новым Годом вас и ваших близких. Мы здесь громко обсуждаем, а я в руках уже с нетерпением жду конверты. Вы знаете, каждый раз, когда к нам приходят разные участники, за каждого из них мы переживаем. Хотя знакомимся за пять минут до того, как начинается съемка проекта «Энергия. Удачи». И мы подводим итоги. Кто сколько заработал сегодня у нас в проекте? Диана сегодня заработала 4 тысячи тенге. Дианочка, ну мы вас поздравляем, вы молодец. Полина тоже 4 тысячи. И Давид 5 тысяч тенге. А что вы расстроенные такие девчонки стоят? Видите? Нормально. У меня в руках три конверта. Так как у нас предстающий год – год тигра, это символ года у нас в студии находится. Я думаю, он тебя принесет, попроси у него. Пусть он тебе… Удачи, да, потому что если ты сейчас… Что-то говорит ему на ушко. Смотри, если ты сейчас правильно отвечаешь на вопрос, то автоматически ты получаешь вместо 5-10 тысяч тенге и проходишь в финал, где у тебя будет возможность еще раз выиграть и стать лучшим игроком декабрьских выпусков проекта «Энергия. Удачи». Итак, я сам перемешаю. Полина, давайте вы сегодня активно, я такая у нас. Перемешайте, пусть он выберет, чтобы подчас снова было. Если же вы неверно ответите, вся сумма сгорит, и тогда переход… Передавайте ему. Держи. Держи. Выбирайте любой. Желаю удачи. Если вы неверно ответите, тогда у нас будет борьба между Полиной и Дианой. Борьба. Выбирайте любой. Я вот этот хочу взять. Вы долго думали, хорошо. Выбрали. Внимание. Что теряет лось каждую зиму? Прога. Вы уверены? Да. 5 тысяч тенге на кону, Давид. Я уверен, врага. Либо 10. Может, все-таки шерсть? Нет, врага. Девчонки, а вы как думаете? Шерсть. 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 Да? Шерсть, потому что многие животные теряют. Ну, хотя, во время... Ну, хотя. Ну, хотя. Ну, мы думаем, что шерсть. А лось каждую зиму теряет действительно, девчонки, рога! Аплодисменты! Мы вас поздравляем, Давид, вы в финале программы. Ну, а вам спасибо огромное. Можете поздравить своих педагогов, родителей с наступающим Новым годом. У вас есть уникальная возможность сделать это через телевизор и социальные сети здесь, в нашей уже новогодней студии. Хорошо. Ну, а вам, дорогие наши зрители, пользователи социальных сетей, мы желаем хорошего настроения, бодрости духа. Уже через несколько дней, даже больше недельки осталось, мы проводим 2021 год. Надеемся, что 2022 будет счастливее, красивее, здоровее и комфортнее. Через 7 дней встречаемся в нашей новогодней красно-белой студии в финале проекта декабрьских выпусков проекта «Энергия». Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok